честно вообще вообще не ожидал и крайне медленность и вода была нет ничего вообще я не видел наших военнослужащих средний час и при их я тоже видел что они с собой тоже общались очень главное видишь то что я был я думаю там бить ну издеваться ну был в шоке увидел что все хорошо все просто нормальное отношение честно говоря у нас в Казарме не было такого отношения к нам как здесь все сдавшиеся украинские военные как один говорят не видят смысла бороться за все время пока находятся под контролем российских десантников успели сформировать свое впечатление о них что я говорю это настоящая дисциплина зла каждый друг за другом командир бои лиц подняли лица команды все действия зла слава с 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 Почему мы выступили за возвращение состав России? Татьяне самим решали. Само как был их прибор и оперем. Чтобы они сами решали, чего они хотят и всё. Кто всё теряется. Кто им это... Почему им это запрещал? Я считаю, что... И должны сами решать. Люди, в сути лишь, целая страна не состоит из людей. Люди должны это всё решить. Как вести референдум. Чтобы их услышали. Чего они хотят. И что дедушка? Да не было вообще так, потому что у меня дедушка русский. Я с ним вырос. В общем, наверное, вообще-то. Дедушка у меня не начала спить пол. Российские десантники и первую медицинскую помощь пострадавшим украинским военным. Обрабатывали рамы, накладывали жгуты, перевязывали. А одному из раненых офицеров российский военный врач провёл успешную операцию по извлечению осколков. Все сложившие оружие и отказавшиеся воевать украинские военные вернутся домой при первой возможности. Ирина Пуксенкова, Дмитрий Хачурин, Никита Севастьянов, Первый канал, Киевская область. Наши военные делают всё, чтобы избежать жертв среди медных жителей. Сами рискнуть жизнью и отдалить ее как герои. Пока в окружении наиланцинстов он сражался непосредственно. 25-летний десантник Магомед, скажи Магомедов, из Багестана. Президент присвоил название Героя России Босмертным. Все, кто знал Нурмагомеда, говорят, что ситуация умереть на коленях он не помнит. И погиб как настоящий российский офицер, которого он не будет помнить всегда. Какая счастья. Круто, ну что... Это видео Нурмагомед Гаджи Магомедов снимал на имбрусе всего несколько месяцев назад. Покорить самую высокую точку Европы было его заветной мечтой. Он всегда стремился к высотам. В десяти лет он всегда был чемпионом России, Дагестана, по карате, занимался здесь. Он всегда был лидером. Он в первой же пути стал чемпионом пульса, чемпионом Розанской области, чемпионом Варвара России, чемпионом СНГ. Потомственный офицер выпускник Рязанского высшего военного командного училища СВДВ. Командир ротодесантников. К 25 годам две командировки в Сирию и несколько медалей. Неудивительно, что старшему лейтенанту Гаджи Магомедову было поручено особое задание. Оказавшись в окружении превосходящих сил противника и получив тяжелое ранение, он делал все, чтобы спасти своих сыновой собственной жизни. Тот парень, которым сын у него был в речи САП, он был только дошкатом, дождя с Уфи и Бога, они пересекли в Сибири 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 Сибири, и он работал в господинском, в нем раз. Он из-за этого, говорили, обеспечивающих сил, что пересекли в Сибири Сибири. Заботиться о других Магомед привыкли с детства, был старшим ребенком к большой и дружной семье. Саша, брат, очень был жизнерадостный, был умный парень, крепкий, здоровый, мог задавать пример, необразованный пример. Прошлой весной был Магомед женился, а всего несколько дней назад у него родилась дочка, которую он так и не успел подержать на руках. Дай Бог, чтобы девочка росла, чтобы она знала о своем папе, о том, что в отношениях тоже должны помочь. Вы никогда не остались без внимания, и то, что сегодня Магомед ушел от нас в 1924-м. Мы обрадели очень со снами. Многие люди, совершающие подники, защищающие свою родину, они никогда не оставляют нас. Похоронили героя Турмагомеда Гаджи Магомедова в родном селе Высокогорне, в Мулинском районе Дагестана. Имени героя России планируют назвать одну из улиц столицы республики Махачкалы. Мне бы ощутить свободу Орла. Борить дними над горами, хоть может тайный смысл быть, ощутить свободу из горами. Наверное, свобода только Орла дана, ее тяжело достичь людскими сердцами, и тайный смысл быть, я не обрести с побольше не случайно. Гусейн Гусейнов, Владимир Густимов, Витей Матюшин и Руслан Ахбедов. Первый канал. Легистан. И еще шесть человек, о подвиге которых стало известно, представленных наградам. Трое танкистов. Капитан Алексей Лёшкин, командир танков и выводов в политической ситуации, лично уничтожил два танков и его МП. Старший лейтенант Антон Старский. Его танк сыграл важный в захвате дабы Северопольского канала. Лейтенант был контролен, но он продолжал сражение. Экипаж подавал началом уничтожил два сетекратных танков и ВПР. В награде предоставленный старший сержант Великим Минченко танков и его командование, удерживая стратегические важные переправы тоже в районе Северопольского канала, в том числе боролся с превосходящими силами противника. Среди особо отличившихся военных, штурмом и следительного авиационного полка майор Виктор Дузин, он уничтожил метро из украинских самолетов, которые готовились на месте удары по колоннам российских военных, а также комплексов ММ-1. В награде предоставлен полковник восток Пехота Алексей Банкрат. Благодаря его мужеству и профессионализму удалось прорвать иву по оборону украинских силов, и вступление на Мариуку. Отличился и командир зенитного ракетного дивизиона капитан Алексей Панкратов, и его разделение подзывала наша сила от реакции противника. Уничтожен 125 нескольких беспилотников в браках. Кроме того, была отражена атака диверсантов на позиции наших семечков. Теперь о знаковом событии для транспортной системы нашей страны на новом пароме марше на Рокоссовске, который позволит обеспечить надежную связь с самого западного региона, Калининградского и с остальной частью России, в ходе государственных планов. Порезидент Учеркнул предстоит судно использована отечественное эмоциональное решение при покавшихся всех оборудов. Прошу дать разрешение на подъем государственного плага Российской Федерации. Подъем государственного плага Российской Федерации разрешаю. Государственный флаг, Российская Федерация, поднять! Российский треховер впервые поднимают на судне под уходить по длиной, без малого 200 метров, огромный полон, назван маршелом Роконцовский, с таким именем и задачей под стать. На борту он может перевозить грузовики и железнодорожные вагоны. Уже сегодня уйдет первый рейс из Калининградской в Калининград. Вовут повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительных и других важнейших отраслей экономики. Всего же объем грузопереводов на линии Усть-Мугобалтийск вырастет более чем 1,5 миллиона тонн ежегодно. Причем новый паром может выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой без сопровождения ледохода. Наличие мостового транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного прокурса России со всей страной. Запуск подобного грузовика для страны вопрос кратерический. Калининград самый отдаленный регион на Западе, по сути зажатый между странами Прибалтики и Польши, которые все чаще прибегают к недружеской территории. И уже сейчас, учитывая прямая угроза экономической и торговой блокады в Минградской области, в случае даже полного отказа Запада от транспорта по земле, торговые связи не будут нарушены. Постановка на линию нового парома позволит существенно улучшить логистическую доступность нашего региона в условиях потенциальных ограничений проекта через территории сопредельных высотов. У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Им бы посоветовало тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений. Мы все свои обстоятельства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или улучшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда подсветны на какие-то нетружеские действия, действия в отношении российских грузов. Возможности, но у Папарума огромный, да, один рейс на двухваловых, он может перелести до 80 грузовных железнодорожных вагонок, но и столько же тяжелых автомобилей с различным грузом. И это все технологические операции в порту за счет москорбовских решений занимают существенно меньше времени, чем на действующих судах. 5 часов вместо 20. Это, конечно, от того, чтобы убить строить во времене морские седачи, а строится еще один порог генерал-армии Вольфа-Меховского. Наши белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Палтике, заинтересованы в развитии своих собственных гуртовых сооружений. Вы знаете, что я это тоже поддерживаю. Я просил вас оказать всяческое содействие. Это касается самых различных мест, различных точек, различных сооружений, где наши белорусские друзья могли бы осуществлять эти проекты. И попрошу вас поддержать все эти планы. Они имеют значение не только для Белоруссии, но и для нас, потому что это развитие нашей инструкции, развитие на нашем берегу, увеличение грузопереводов для нашей страны. И, соответственно, все выгоды, которые будет получать Белоруссия, также будут в значительной степени устраняться и на экономику Российской Федерации. Мы в этом тоже заинтересованы. Маршал Рокозовский, воплощение потенциала ведущих компаний и исследовательских институтов, который чекнул президент, построен с использованием передовых технологий и решений. Это, прежде всего, первый в России двухтопленный пароль. Работает на дизеле и на сжиженном беременном газе. Это не только снижение себестоимости переводки, но и сокращение выбросов в 21-м рядах веществ почти на 90 лет. Да, это международный проект. И в его реализации участвовали разные наши партнеры, в том числе за границей. Мы это хорошо знаем, но инновационные решения именно разницы. Мы уже неоднократно показываем, и как его показать в очередной раз. Если кто-то не хочет нам сотрудничать в рамках гигиеной кооперации и сам себе наносит ущерб таким образом, он нанесет ущерб, конечно, и нам. Но в чем? Ну, просто нам придется сдвинуть некоторые проекты чуть вправо, приобрести дополнительные компетенции, так как мы это делали по целому ряду других проектов, в том числе, скажем, в авиации. Но мы все равно решим задачи, которые перед нами стоят. Все равно решим. И больше того, даже в конечном итоге, Руя вернет это, потому что, как я уже сказал, приобретем дополнительные компетенции. Владимир Путин добавил, что в пламах строительства подобных судов не только для Балтики, но и для муси Сахалина и Курильских островов, в том числе, потенциал подобных перевозках огромный только за два месяца. С начала года оборот увеличился на четверть, и в дальнейшем будет только расти. Рейси Генбалов, Саня Генбалов, Павла Маркова и Сергей Насчетов. Первый как он? Насчеткин. И сегодня же Владимир Путин поговорил по телефону с консором Германии о Усеншоте. Беседа состоялась в инфраструктуре Дермина для внимания развитых ситуаций в Украине. Российские люди разложили принципиальные подходы Москвы на то, что за 8 лет закрывал глаза на 11, устроенный киевским режимом отношения жителей в Донбассе. И еще Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта диалогом с Киевом и со всеми, кто хочет миром в Украине, при условии выполнения всех требований Москвы. Российская украинская переговора шла речь о беседе Владимира Путина, с вами была русскими коллегой отступили специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Владимир Путин почерпнул, отойдет по плану все задачи решают и будет выходить в полном объеме. Александр Мапошенко, как сообщил, послужил бы тебя выросла поддержку действия России. Последние данные о ходе операции вечером сообщили нашими оборонами в Среднике в широких фронтах. Националисты отступают в лодку в строительную систему электронного снабжения с целью гуманитарную катастрофу. В рамках получили информацию о подготовке судно-провокации Харькова. В чем суть объектива официальности у всех минобороны и пересканала? Украинскими националистами готовятся провокации с участием западных геористов в городе Харьков. Подождем, когда на улице жили в Диевском районе в частном секторе между домами размещены активные системы замкового дня. В местном жителе, в том числе дети, националисты запрещают соблюдать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к открылу подразделения российских городов России, расположенных вне города. Цель провокации вызвать ответный огонь российской офицерии пожилого сестра руками. Все это планируется снимать на камере в последующей передаче съемок западных журналистов. Подробнее об студенте на Запорожской армии о том, что удалось сделать засутки российским военным и селонародным присутствует. Как как Александр, следует. Бойцы российской армии и народной милиции ДНР запили сегодня 15 населенных пунктов в Даневской области и продолжили освобождать кварталы Волновайской и Мариуполе. Солдаты ВСО оставляют позиции, бросают старые танки, почти новые червелины. Российская армия применяет цикоточное оружие и бьет по штабу на церквитического батальона Айда. Никому не подчиняющиеся на спады зачастую выступают в качестве загранотрядов для украинской армии. Неудивительно, что на самовеске солдаты ВСУ уже начали стрелять друг с другом. Ход идут не только автоматы, но и кое-что потяжелее. Так, по данным разведки ДНР, специалисты из отряда Азов смертельно ранили командующие всей восточной группировки ВСУ Юрия Соделя. В ответ украинские военные ударили ракетой. По месту расположения штаба отдельного отряда специального значения Азов на юге-западе Мариуполь. Вооруженная силами Украины был нанесен удар тактической ракетой точка ВУ. В результате удара был уничтожен и были садские боевики и скидки. Вот один из уцелевших националистов Азова. Его взяли в плен бойцы народной милиции. О нем все говорят на полке в виде армут и эготического шрифа. Рот для развернули. Рот для развернули. Рот для развернули. Слава Украине. А это пленный Айдар из-за мелькица и заблеванных хотя бояться ему нечего ведь он конечно не совершал военных преступлений. Я в свою руку стандартный Виктор Ильич 15-го 3-го 2019-го в шоке в ходу на ручку. Проигрывая на поле боя украинская власть пытается отреграться на поле и в сон. Сегодня ночью Владимир Зеленский обвинил российскую армию в атаке на Запорожскую атомную станцию. Пролетает танк. Акать крупнейшая атомная станция Европы. Прямо сейчас российские танки расстреливают атомные водители. Любопытные детали из-за заявления Зеленский мог делать уже в Польше. По крайней мере украинские депутаты Илья Киева утверждают, что президент Украины уже там открывается в посольстве США. В любом случае это заявление дало повод украинским и снародным СМИ всю ночь говорить о наблюдающейся ядерной катастрофе, которую якобы устроила российская армия. Что произошло на самом деле видно на кадрах стрелковое оружие приправилась из боком здания учебного центра, которое расположено за пределами станции. Ответным отделом российского подставляет стрелковое оружие огневые точки украинских депутатов и здания учебно-победировочного комплекса были поданы. Покидая здание украинская учебная группа совершила большой учебно-победировочного корпуса. При большинстве корпуса пожарными расчетами выгорание помещения было инфеки в настоящее время персоналка порыкает обладает работой в штатном режиме. Обслуживает объекты атомной реконстанции и отслеживает радиоактивную станцию. Радиоактивный пол в районе реконстанции вновь. Ни сама станция, ни персонал не пострадали. Каждый прежде работает один реактор из шести. Макосед подтверждает пола российских лавинов. Секольцы все они дают полность. Важно сказать, что все системы безопасности шести реакторов на станции вообще не пострадали. Не было никакого выброса радиоактивного материала, никаких утечек. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией. Это уже стало традицией ударить по городанскому объекту или пожилым кварталом и обвинить российскую армию. Жители Харькова видели много подобных примеров. Мы раньше в отрицах и русских народ в нашей столбовой как вас защищают. Впрочем, украинцы уже понимают, что на защиту высоту рассчитывать не приходится. Власть в городах берут националисты, которые ответы в самосудии. Именно поэтому уже переодет как в других городах Украины массово штурм и международные вокзалы. По данным Национального Центра Управления Обороны России в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Филиппоре националисты не давил жителей покинуть город и положения не близко в коммунитарной катастрофе. Александр Наглядин, Смир Ходорова, Наталья Литовка, Юрий Ярченко, Первый канал. Любая история спасения это радость, каким бы люди на грехах а когда стреляют. Сегодня об истории восстановления семьи в движении полной, но все же. Мы рассказывали о спасении девятилетнего мальчика, еще и в марте в Украину убили вольце одного из украинских отрядов Сферы обороны, когда она пыталась верить в своих сыновей. А вот еще один брат в третьем мире в этом ужасе перед делом потерялся, его искали, что называют «Все миром» и его нашли. И брат теперь вместе в безопасности в Крыму. Папа, ворох, на наследие и скорость не ведет. Такая простая, такая сложная человеческая история репортажа из Диталия Кальченко. Из пригорода Херсона зоны боевых действий в Симферополе в настоящем военном тигре российские военнослужащие выносят на руках своего пятилетнего друга с турецким именем Мер. В переводе на русский смелый, храбрый, умностный. И это все действительно про него. И это все ДНР тоже нравится? Моя любимая все хорошо. У тебя спасли, я не знаю. Спасибо, ты сказал. Уважаемые правительства республиканской клинической больницы мертво встречают всех, кто все эти дни пытался помочь его семье и переживал за пятилетнюю мальчишку, на глазах которого украинские нацисты расстреляли его маму Наталью. 28 февраля она пыталась вывести троих сыновей из Керсона в Киталае, откуда планировалась эвакуация иностранцев. Их папа гражданин Турции и у детей двойное турецкое и украинское государство. В районе аэропорта машину, в которой находилась женщина с детьми почти в упор расстреляли боевики так называемой территориальной обороны. Дети выбежали из машины в сторону российской автоколонны, которую узнали по обозначению З. Старший 17-летний имир держал на руках раненого истекающего кровью девятилетнего братишка Демира. Наши военные в этот момент где-то замешивался, потерялся. Его поиски продолжались двое суток. Развернулась в центре спецэперации и теперь наконец он в безопасности. Представители турецкой диаспоры благодарят наших военнослужащих за спасение братьев. Такую операцию для того, чтобы этого мальчика привести из территории с собственной области сюда в правую братью. Этого мальчика, который не потерялся в целом обстоятельствах. Такая операция занимается, наверное, стоит очень дорогого. Я хочу сказать, что у меня во всем обожателям прямо позавайте вот такого единения, которое проявили все в гости с этого ряда. Состояние раненого девятилетнего Демира удалось стабилизировать. Все еще при анимации одна пуля прошла на вылет, а вот вторую в области печени пока и свекать опасно. Но главное, что его жизни больше ничего не угрожает. Историю его спасения, как и младшего, верта и старшего Эмира, врачи и военнослужащие вызывают чудом. Вечером 28 февраля с пригорода Херсона наши военнослужащие доставили ребенка двумя нестрельными рамениями в Красноперекомскую больницу. А уже отсюда Демира доставили в Симферополь. Рядом с раненым братом все это время находился старший Эмир. Его временно размещили в больнице и теперь все трое братьев вместе. Они уже успели поговорить с отцом по видеосвязи. Он сейчас в Турции как только появится первая возможность заберется навек в Сибирь. А я с ним обыгрываю. Мы позвонили их папе в Турцию пообщался с этими и поговорил в России. Мы всем очень благодарны. В первую очередь российских военных, врачам, всем, кто оказывал помощь, всем огромное с Россией. По дороге с Херсоном наши военные накормили мертонастоящей солдатской едой и, конечно, сладостями. А еще подарили ему и крошечный автомат. Теперь-то они точно одна команда. Давай, давай. Виталий Каченко, Юрий Лавзин и Светлана Ведяшкина. Первый канал. Крым. Сотрудники ФСБ обнаружили в Крыму два тренинга за ручастки и двух припасами. Один под Симфероколем, второй на востоке полуострова в Ленинском районе. Обы не были по двумя домов в предыдущем строительном мусоре. Подобровка бетона, комиссия, наполненная тратилами шашками, общий вес 20 килограммов достаточно, чтобы взлетел на воздух многоконсервный зон. А еще противотанковые мины, детонаторы, самодельное водоносостройство, металлическая труба начинала в запчатку. Данный тип устройств используется для совершения неверсионно-террористических актов. СУ содержит вертовые поражающие элементы в виде фрагмента арматуры. Это свидетельствует о том, что цели поражения могли являться объекты с массовым пребыванием людей. Вернемся к пресс-конференции президента Украины, в таком месте, который вы уже видели в нашей программе. В общении Владимира Зеленского с пресса было приковано повышенное внимание не только из-за ответов вопросов и планов, но и потому, что все участники зрителей заместили стран на поведение лидера Украины. Он объяснился о состоянии старых и методциклов, но есть и другое мнение. Наш корреспондент Константин Памешкин внимательно присмотрелся к минике и жестам к главе из украинского государства. Так много вопросов. Сам по началу пресс-конференции Владимира Зеленского не в основном в Западе репортеров, работающих в Киеве, стало ясно, что президент Украины вышел в прессе, скажем так, не в кондиции. И что это по поводу а что выходило в Киеве? Достаточно а то, что мы сейчас до нормата Киева. Зеленский забывал этот вопрос постоянно, когда перескал кого-то глазами по всему залу, откуда-то взялась и вот эта неадекватная мимика. не терял нос. Спасибо. Что-то во всем этом было не то. Смотрите, звук мы умышленно заглушаем, так как слова в данном случае не важны. Президент Украины пусть и не контролировал свое состояние, но очевидно определенную долю неадекватности осознавал. Он объяснил поведение недосыто. Я извиняюсь, мы спим 3-4 часа. Все нормально. Я могу еще раз. Нет, я с вами говорю, я с вами. Да, мне кажется, вчера или безвчера. Нет, но вы что, вы видите, не говорят специалисты. Нет концентрации, внимание, плавающий взгляд, очень отечное ледо, опухшие реки, пречь понятное, но он как-то тормозит периодически, потом пытается найти кого-то, уходит, то есть нет такой быстроты реакции, так скажем. Здесь можно говорить, что действительно что употребляет или принимает сложные строго говоря, так как заключение отношений к президенту Украины дается далеко нефтированный Зеленский регулярно появляется в неадекватном состоянии перед целикамерной и на Украине и за ее пределами. Как-то один украинский обгулок даже анонимно обглевал подробный разбор подозрительных особенностей проведения ввода Зеленского и сравнил с повадками кокаиновых наркоматов. Симуляторы вызывают быстрое переключение внимания с одного с места на душе. В начале кокаиновой аппликации пациента на боте можно заметить так называемый пылеский лоза. При троногальном взведении наркотика происходит возражение слизистой ополочки на сухой полосы. Это вызывает повышенное выживание слизистой. Шмейгане потребуется задать его подозрительную лозу. Доктор записал этот ролик и делал вовремя с ТБУ. Однако когда Зеленский член стал президентом а был только кандидатом следовало утекли прессу. Факты подтвердили с него дальнейшего развития не было. Все материалы дела включая фото и видеофиксации затем ушли наверх и не какие уголовные дела или хотяты. Публичное разоблачение не было. По словам офицера который делился с нами информацией результаты которые были подключены вследствие этих наблюдений всех никого не удивили. Не случайно Зеленский до выбора блока готовился сдать пресс на полговоре находки государственной лаборатории когда прижали пошел частный убитый результаты предсказуемых показали не такие запрещенные препараты однако вопрос остается вы знаете что я сегодня про вас слушаю что вы сидите на попсах какие у вас стимуляторы выходит и юхает и юхает и юхает потому что я и на попсах Зеленский все отрицал мне не верили во время скольких записей о том насколько хорошо президент и его команда на двух разных это прошло вам как-то говорил с его бывшим бизнес-партнером они уже полгар разбирают не только п*** они еще разбирают п*** голубийский п*** 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 и кто-то ISIS кто-то ни как-то никто это вообще не слово ни че не сразу нет В какой-то момент Владимир Владимирович, мы уже говорили прямо, причем не только, а экс-президент. Перестаньте принимать наркотики. Ваш действие абсолютно неадекватно. Если все это правда, то за Украину, конечно, страшно. Тем более, что ее президент накануне сам прояснил, чего от него стоит ждать. Мне кажется, вообще, у человека на лице всегда написано его жизнь, его путь и его конец. Константин Полюшкин, Екатерина Белова, Евгений Стопачок, Розван Пашков, 1-й команды. Еще одна новость Украины. Задержан депутат Верховной Рады Нестор Шуфич. Подсообщают украинские интернет-эффективности Украины. Ставят некие маячки. На втором разе видно Шуфич на ручниках. На другом фото один из националистов откровенно был не вценат депутатом. Представят ножки его горло, а вот видите, у кадра закроша. Вот так обращаются со своими соотечественниками националисты. Наши военные тем временем доставляют в Украину боменитарную помощь. Милиционка, которая взяла, в которой российская армия привезла, она необходима. Колонна грузовиков прибыла с Крыма. Продукты жители выдают прямо с колес. Хотя в городе уже спокойно. Многие магазины в бостонечество кровать, с почки подставок нарушены. На помощь людям пришли наши спасатели. Все, как все происходило, Алексей Иванович. Продолжение следует...